Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с китайской живописью Го Хуа. Она появилась в глубокой древности. Надо сказать, что Го Хуа переводится примерно как живопись цветов. Красочное, цветистое, пестрое письмо. Это традиционная школа китайской живописи туши по шелку или влажной бумаги, в которой, как правило, изображают цветы, растения, птицы и насекомые. Китайские картины пишут тушью, минеральными и растительными красками, что-то типа акварели на шелке, иногда на хлопчатой бумажной пеньковой ткани или на особой бумаге из мягкого тонкого волокна. Они имеют форму свитков горизонтальных для рассматривания на столе и вертикальных для украшения стен. Надо сказать, что в этом стиле работали знаменитые художники Фу Бао Ши, Сюй Бэй Хун, Ли Шуан, Ли Киран, Ли Хуа. Вот один из представителей этого стиля, стиля Го Хуа, знаменитый китайский живописец Ци Бай Ши. Родился, по некоторым данным, в январе 1864 года и умер 16 сентября 1957. Когда было мальчику 9 лет, его отправили учиться к деду. Купили на сэкономленные деньги письменные принадлежности книги, начал учиться, начал учиться каллиграфии, стал интересоваться живописью, начал делать первые рисунки. Однако материальное положение вынудило Ци Бай Ши через год бросить учебу и вернуться помогать вести хозяйство. Он пас скот, собирал хворост, но в свободное время продолжал учиться писать, рисовать. И так как денег на покупку бумаги не было, он рисовал на обороте листов, вырезанных из старых счетных книг. Потом его отдали в обучительный кастелиру, где он также проявил творческие наклонности, вырезал фигурки животных, изготавлял табакерки, ксилографические лубочные картинки на традиционные китайские сюжеты о богачах и героях. Кумиром Ци Бай Ши был живший три века назад живописец Сюэй. И вот в одном из своих стихотворений Ци Бай Ши пишет, о как я хотел бы родиться 300 лет назад, ведь тогда я мог бы растирать краски и готовить бумагу для вечно зеленого. Это псевдоним Сюэя. В 28 лет Ци Бай Ши стал учеником известного художника Ху Ци Юаня, начал учиться китайской национальной живописи Го Хуа. Вот я сейчас здесь вам показываю некоторые его работы, некие работы стилей Го Хуа. И надо сказать, что Ци Бай Ши так и не получил базового образования, но все же в возрасте 56 лет он был приглашен на должное профессора кафедры живописи в Пекинском университете искусств. В 1953 году стал первым председателем Союза китайских художников и Министерство культуры Китая, присвоил ему титул великого художника китайского народа. Был достоин международной премии мира. Ушел из жизни в Пекине 16 сентября 1957 года. То есть, в общем, прожил достаточно большую жизнь, 93 года. Вот я вам показываю картины Ци Бай Ши и картины стиля Го Хуа. Ну, для того, чтобы быть в теме. Вот и все, что я вам хотел рассказать. Это же интересно. Пока-пока. До свидания.